привет всем ребятки 1 января наступила неожиданно пишу это видео с будущего все отлично акции растут мы в плюсе все зашибись да погода у нас жесткая принципе принципе 0 градусов ничего такого страшного но тем не менее не очень приятно слякать на следующей неделе обещают буквально там плюс 20 уже и это буквально сегодня 15 15 16 сентября сегодня хочу заметить что заметить что две недели назад в канаде было жара плюс 40 сегодня 0 короче да сегодня план такой я сейчас еду помогать знакомому из москвы перевести пару вещей приезжает на новую квартиру потом резко приезжаю и мы едем на эту же ферму про которую я вам рассказываю предыдущих видео познакомлю вас с парой очень приятных людей они с украины много путешествовали много работали за границей и в итоге выбрали свое как бы место под солнцем в канаде приехали по рабочих на рабочих визах уже документы у них процессе все у них замечательно покажу вам ферму где они работают какие условия поговорим за зарплаты и возможно поговорим с самим работодателем моя цель также узнать у него заинтересован он еще в ли таких кадрах как александр возможностей приехать и работать здесь остаться на пмж так сейчас мы находимся в городе радир переехали с андрюхой на новую квартиру буквально с переезда назад это еще рано но он уже перевозит некоторые вещи значит квартира располагается в очень таком тихом районе вот видите уже резидентские дома с гаражами стоят это многоэтажный дом три этажа в нем и также в бейсменте еще также сдаются квартиры значит квартира состоит из трех комнат очень большая storage room то есть вы там можете очень много всего наскладывать находится на втором этаже оплата за эту квартиру 1000 долларов в месяц в нее входят все коммунальные услуги кроме света и интернет напоминаю что в канаде свет и интернет если вы переезжаете с места на место то этот за вами счет как бы переносится да то есть здесь без проблем переоформить буквально за день если вы переехали в новую квартиру то есть абсолютно без проблем значит такой у него находится вот буквально метра 4 на полтора балкон очень такие большие двери большие окна в спальню да сейчас входим в спальню вот показываю хочу сказать что отопление здесь вот такие стоят панели да через нее гонится горячая вода в доме есть независимые бойлеры мы с Танюхой когда начинали здесь 5 лет назад в роддире наше journey так сказать мы также же самое жили в такой квартире мне очень знакомы эти потолки двухметровые мне знакомы в ковролин на котором мы сидели у нас точно такая же была ориентировка только чуть-чуть зеркальная вот этот запах здесь сколько уже людей жило что своеобразный запах на к нему привыкаешь но вот этот окно это было самый кайф когда я приезжал с работы когда работал на нефти по 24 дня я приезжал самый был кайф особенно зимой здесь я показываю стоит как бы кухонька все конечно такое старенько но тем не менее напоминаю что это всего лишь за 1000 долларов причина по которой он переехал потому что мы начинают начали поднимать оплату за жилье было с 900 долларов подняли до 1000 потом они захотели 1200 и он сказал нафиг надо такое приезжаю сюда здесь намного больше места для ребенка 1000 долларов те же деньги такие плиты холодильничек все идет уже в комплекте это прихожая до прихожая так то есть залы мы уже увидели это одна комната вы видите да такая буквально три с половиной на 6 где-то комнатушка такой вот шкаф все так примитивном стиле еще один шкаф прихожей здесь у него походу будет детская комната также сама до ковролин все так же само достаточно уютно ванная достаточно простая 2 моечки конечно ванная за такие деньги ребята абсолютно супер здесь у него storage room как вы видите у некоторых людей просто это может быть даже комнаты абсолютно нормально вот рубильник и здесь у него в спальне до самая большая достаточно такая светлая очень важный момент обращать внимание куда выходят окна больше было света конечно деревья сзади меня будет загораживать чуть-чуть и здесь у него также вход в такую комнату здесь как называется walk-in closet я то время 5 лет назад платил также сама 900 долларов напоминаю что света интернет нужно оплачивать тепло вода горячая вода кстати термостат вот есть сам температуру можешь выставлять вот так что достаточно достаточно неплохо да вот такие дела так что в принципе это ориентироваться то что вы можете снять в городе реки напоминаю чтобы снять вам обязательно нужно заплатить лис да подписать лист договор на определенное количество месяцев которые вы будете арендовать если у вас хорошая история с предыдущими с предыдущими сниманием жилья вы можете показать референс люди могут подтвердить сколько вы снимали что у вас было все в порядке вам могут даже не давать можете не давать даже down payment напоминаю что down payment это предоплата в такой же сумме как у вас помесячно вы будете платить например 1000 долларов да наперед на случай если вы оборвете ваш договор или вы что-то нарушите да там поломаете или не ну например ковролин или там стены они у вас как быть дэмэдж депозит они у вас обычно деньги когда вы будете выезжать вот вы когда уезжали с нас тоже пытались снять деньги так что смотрите аккуратно с ними доказывайте обязательно все расписывайте на бумаге чтобы получили перед тем как выезжать потому что очень много вот таких аренд людей которые сдают это жилье очень много накалывает наших людей в принципе это все по этому вопросу сейчас я быстренько еду в магазин мне надо кое-что купить для дома и мы едем на ферму оттуда будет репортаж уже в следующем видео так что ребята оставайтесь со мной спасибо за внимание с вами был Андрей Ханапатовский тяга